Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. На продаже появился китайский 121Б, премиумный средний танк 10 уровня за 20 тысяч голды в составе набора. Я не могу сказать, что этот набор какой-то жирный, хотя, с другой стороны, для любителей контейнеров есть чему порадоваться, потому что в комплект положили 5 китайских контейнеров. Ну и, что касается всего остального, то легендарный внешний вид, который машине подходит, машина красиво смотрится, вопросов нет. Здесь есть X5 в количестве 25 штук, но не торопитесь радоваться, потому что на этой машине прям очень круто их реализовать и прям мега-супер раздуть свой элитный опыт экипажа у вас не получится, потому что машина крайне-крайне посредственная. К этому вопросу вернемся чуть позже. Открытое все оборудование, чуть более 3 миллионов серебра поможет сэкономить, ну и в принципе все. Хочется также отметить, ребят, что в голом состоянии машины на продаже нет. Ну вот как Кейлер ВЗ-122ТМ, точно так же как и Проджета 46, только в составе набора. В голом состоянии дешевле взять возможности нет. Что касается ценника, я считаю, что 20 тысяч все-таки много для данного набора по одной простой причине, потому что данную машину, ребят, выставляли на новогоднем аукционе за 15 тысяч голды. Потом цена снижалась до 14, до 13 и все равно не было огромного количества желающих приобрести себе вот этого вот китайца. И в принципе я не удивлен, потому что ничего уникально интересного данная тачка не приносит. Если взять, допустим, тот же самый Объект 907, куда более интересная машина. Ну или, допустим, тот же самый, я не знаю, господи, как он там на 10 уровне, Т-22СР. Вылетело из головы, простите, пожалуйста. Эти машины, они более интересные, более фановые и предлагают вам какой-то плюс-минус интересный геймплей. Здесь вы не найдете вообще ничего интересного. Да, в нем есть определенного рода позитивы, но в то же время и негативов тоже хватает. Что касается позитива, мне всегда нравилось на 121Б время сведения, 2,6 секунды. Это просто божественно для 10-го левела. Разброс здесь тоже очень комфортный, орудие точное, здесь претензий никаких нет. Очень скорострельное, 6,14, и при этом всем, с учетом того, что у вас 350 единиц среднего урона на базовом снаряде, вы имеете целых 3400 ДПМа. Но реализовать, ребят, его сложновато. У него крайне скудный угол склонения орудия вниз, минус 6, что не позволяет качественно и комфортно отыгрывать на каких-то неровностях. У него посредственная подвижность, и он крайне-крайне картонен в корпусе. Короче говоря, пробивает его полностью все, и по ощущениям, ты играешь на очень медленном, легком танке, больших размеров, нежели легкие танки на 10 уровне. Ну, это, по крайней мере, мое субъективное впечатление от данной машины. Я его вообще в свое время покупал в голом состоянии за 20 тысяч золота и до сих пор об этом очень сильно жалею. Ну что, берем машину и поехали, попытаемся покататься. Итак, погнали, ребят. Что касается подвижности, с этого всегда начинаем. Я бы характеризовал следующим образом. Машина едет, вот и все. Это все, что можно о ней сказать. Это далеко не самая бодрая подвижность, с места не срывается. Да, это средний танк, я это понимаю. Это не легкий танк, который прям должен лететь вперед, как, допустим, тот же самый Шеридан. Но, в любом случае, особого кайфа от передвижения по карте не ощущаешь однозначно. Что касается углов склонения орудия. Ну, вот давайте сейчас покажу. Ну, вот ты стоишь, допустим, да, там, заехав немножечко как-то вот так вот. Вот так вот. И, в принципе, все. Привет. То есть, если бы сейчас кто-то в ручейке здесь стоял, я уже орудие в него опустить не могу. Ну и, соответственно, ребят, получается, что, играя на любых неровностях, ты постоянно ощущаешь дискомфорт. И тебе постоянно необходимо думать по поводу того, а вот сейчас хватит моего угла склонения орудия. Ну, вот видите, опять не хватает, да. Хотя, ну, можете сказать, что я стою прям действительно на какой-то супер горе. Вот об этом я и говорю. Это первый гвоздь, скажем так, в подошве сапога данной машины, который постоянно колет тебе в пятку и постоянно не дает тебе покоя. Второе, что стоит отметить, что машина крайне картонная и играется очень-очень сложно. От нее крайне редко дождешься каких-нибудь там хороших рикошетов. Если повезло, если игра там немножко как-то подкрутила, то да, окей, вопросов нет. Ну, а если будешь играть не сильно осторожно, то рассчитывай на то, что прям практически все, что отправляется в тебя, в тебя будет нормально влетать. Ну, и, соответственно, весь урон твоя тачка будет всасывать взамен отдавая свое ХП. Короче говоря, машина, я бы не сказал, что какая-то действительно интересная. Я все-таки люблю какие-нибудь такие танки, которые приносят удовольствие и фан. Это просто средний танк, на котором ты просто ездишь. Просто ездишь, просто стреляешь и ничего выдающегося, как правило, в боях не делаешь. Да, если тебе повезет с разъездом, с союзниками, с невнимательными соперниками и так далее, то, безусловно, блин, вот пожалуйста, да, вот пожалуйста. То есть мне приходится опять выезжать полностью, полностью выезжать, получать тычку, потому что я как дурак вылез прямо на самый верх горы. Ну, и, соответственно, отхватываю, отхватываю от соперников. Так вот, ребят, продолжая тему разговора, если вам повезет и с союзниками, и с соперниками, с союзниками в отношении того, что они будут очень хорошо играть, а с соперниками, что они будут прям совсем тугие на ум и не будут обращать на вас внимание в бою, то вы сможете реализовать свой довольно-таки не кислый ДПМ в 3400, ну и, соответственно, пофаниться и выйти из боя с какими-то крутыми результатами. В противоположном случае, ребят, нифига у вас получаться не будет, и, соответственно, каких-то бешеных результатов на этой машине от боя к бою вы собирать не будете. Я вот, допустим, если сравнивать геймплей, если сравнивать возможности машины, то могу за себя лично сказать, что мне гораздо больше нравится геймплей на той же самой проходной проге 65-й. Сейчас сразу кто-нибудь напишет в комментариях по поводу GSN, ты гонишь, там все-таки барабан с системой дозарядки, это обычный цикл. Да, я просто говорю о том, что машина, она не приносит какого-то суперудовлетворения, не приносит никакого уникального геймплея. Это просто вот такой вот танк, крайне посредственный, просто стандартный. Все, больше о нем особо рассказывать нечего. Его можно за что-то похвалить, но в то же время нечего расхваливать то, что не стоит там прям каких-то суперогромных, огромных хвалебных од и, не знаю, прям совсем сладких слов. Что касается результативности по бою, то 947 единиц в данном бою я сделал 2 фрага, но я не могу сказать, что я получил прям массу удовлетворения от игры, мне даже диспоставили, в принципе я понимаю почему. Давайте возьмем еще раз и попробуем сделать что-то более годное. Ну что, поехали. Единственное что, я не знаю реально, куда сейчас на нем ехать. Как правило, либо вот здесь все останавливаются, либо перекатываются на ту сторону, но блин, с моим углом склонения орудия вниз, ну это в принципе приговор самому себе. Поэтому торопиться пока не буду, хочу посмотреть кто куда поедет, может издалека получится понабрасывать урона немножко, реализовать ДПМ, хорошую скорострельность и точность, но если не повезет, то соответственно будем приблизительно с теми результатами, с которыми были в предыдущем бою. Такс. Уходим немножко. Супер, вообще бомбей. Как это сейчас произошло? Каким образом? Сквозь него пролетело что ли? Ладно, поехали дальше. Я так понимаю, что кроме леопарда на этой стороне карты, скорее всего, никого не будет. А вот прячутся еще. Товарищи. Время сведения, точность. Здесь претензий абсолютно никаких нет. Очень комфортно, очень удобно. И в этом отношении машина действительно хороша. Ну вот то, что ее действительно хоронит, это просто безумно, безумно ужасный угол склонения орудия. И крайне, крайне, скажем так, крайне ужасающая ситуация в отношении живучести данной тачки. Короче говоря, ты в основном ездишь, думаешь, чтобы, не дай бог, в тебя никто не выстрелил, и при этом всем надеешься на то, что у тебя получится реализовать скорострельность и точность своего орудия. Все. Ну вот опять, блин. Ну просто, просто жестяк. Неимоверный. Ладно, сейчас психану, поеду, короче, вот этого товарища. Доберу, может, хоть этим сделаю хоть что-то в этом бою. Неимоверный фарт, чтобы Баха сдавала назад, и, соответственно, у меня получилось все-таки, пока она поднималась под горку, забросить ей уроном. Прошивается, ребят, все. Как вы видите, даже в районе маски орудия, там, где, как правило, должна быть неплохая приведенка, туда бьют и туда пробивают, причем без голды. В общем, машина в отношении всасывания снарядов просто идеальна. Я не знаю, можно ли это как-то приплести к позитивам данной тачки, но она хоть в чем-то действительно идеальна. Точность, ребят, обалденная. Повторюсь еще раз, вот в этом вам тачка не откажет. Ну и вот, пожалуйста, блин, опять. Опять этот долбанный угол склонения орудия вниз, который ставит крест полностью на всех твоих начинаниях, и куда бы ты ни выезжал, тебе постоянно там не место. Хочется отметить, что на ровных площадках машина играется нормально. То есть вот те карты, которые без всех вот этих вот холмов, неровностей, всякого рода барханов на пустынных картах и так далее. Да, там тачка, ну, просто шикарно себя показывает. Играешь себе спокойно на дальнем расстоянии, на какой-нибудь ровной площадке, на какой-нибудь железной дороге, прячешься за вагонами. Назад, кстати, машина отъезжает довольно-таки бодро. Это позволяет практически всегда вовремя спрятаться за каким-то укрытием. Опять-таки, я думаю, что имеет смысл отнести это к позитивам по машине. Так. Ну что, накинем еще урона товарищу. Если успеем. Мать моя женщина, я еще и вынес его. Итого два фрага. И умудрился выжить. Ну, опять-таки, ребят, наверное, повторю те слова, которые были в предыдущей катке, что в данном конкретном бою нам повезло с союзниками, и нам довольно неплохо повезло с соперниками. Это факт. Теперь, что касается результативности. Вот в таких вот боях, когда вы постоянно находитесь вдалеке от соперников, когда вы работаете в компании со своими союзниками, которые полноценно нормально отыгрывают, вы можете иметь результаты в районе 2500-2800, порой даже и 3000 можно набросать на этой машине. Главное, уметь на ней выживать. Знак классности третьей степени и два уничтоженных соперника. Что касается нашего результата по фарму. То с фармом здесь, ребят, беда бедовая. Пополнение амуниции очень много забирает. То же самое касается и пополнения снаряжения. И в итоге, чисто ганом без прем-аккаунта, грубо говоря, там 29000. И это, ребят, вы еще голдой не пользовались. А иногда приходится раз или два голдишку все-таки закинуть в ствол, для того, чтобы гарантированно тяж какой-нибудь пробить. Ну и что касается, ребят, с прем-аккаунтом, тоже, я бы сказал, не густо. 49 700, да, получается. Ну, будем говорить, грубо, 50000. Вот такой вот он практически не фармер. И там коэффициент фарма, я бы не сказал, что крутой. Ну, опять-таки, это десятка. Если фармить серебро, то все-таки на восьмом уровне, там, где годный коэффициент фарма, больше 175. Что касается нашего места в команде по урону, то второе место без существенного какого-то отрыва от третьего места и даже, я бы сказал, четвертого места. Тут, по сути, 200 там с копейками, 260 единиц нас отделяет, да, от того игрока, который занял четвертое место в команде по урону. Ну, опять-таки, вот этот вот ровный показатель по нанесенному урону говорит о том, что команда сыграла слаженно и действительно подобрались ребята, которые умело раскатились по карте, ну, и, соответственно, были там, где они были нужны. И это, по сути, и стало залогом нашей победы. Что касается покупки этой машины за 20 тысяч, то я бы сказал, что я не рекомендую приобретать данную тачку за 20 тысяч. Она этих денег просто не стоит. Ну, то есть, к чему говорю? Если мы говорим с вами о премиумных или коллекционных машинах на 10 уровне, то все мы прекрасно понимаем, что Чифтейн стоит своих 17,5 в голом состоянии и 20 в составе какого-нибудь набора. Этих денег однозначно стоит Супер Конь, этих же денег однозначно стоит Бадгер, хотя Бадгера продают и по 22 500. Но здесь я хотя бы понимаю, за что просят в составе набора за 22 500. То же самое касается Клинка и, уж не плюйтесь сильно, то же самое, ребят, касается и, допустим, Объекта 907. И то, за 20-ку я считаю, что было бы дорого. Вот Объект 907, который, по моему скромному ощущению, и, скажем так, исключительно для меня, возможно, и для кого-то из вас, гораздо лучше, веселее и интереснее, нежели 121Б, мне кажется, не стоит 20 тысяч. Его цена 1018 в составе вот такого же набора, как на 121Б. Соответственно, 121Б по определению не может стоить 20-ку. А сейчас, ребят, напишите в комментариях, согласны вы со мной или не согласны. Кроме того, если вы за честность на канале и абсолютно честное мнение по поводу всего, что в этой игре происходит, за свежие новости, но обязательно тогда подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик, ну и, соответственно, приходите на следующий видос по уведомлению. Уведомления вас будут тревожить довольно часто, потому что, как правило, на моем канале выходит минимум одно видео в день, а порой 3 и даже 5. Поэтому будьте готовы к тому, что вы будете постоянно, постоянно иметь возможность посмотреть что-нибудь новенькое, касающееся World of Tanks Blitz. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова